Чё, Гритти? Какой музон мне нравится? Ну, блин. Я тяжёлый металл уважаю. Да, чё бы ещё про свинец придумать. Сейчас мы посвинячим. А, Лед Зеплин, блинский. Объяснение в описании. Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка Зёбры. Привет с разрушительного ранчо. У нас свинцовый блок. Громадный такой блок. Прислал мне его бэкьярд сайентист Кевин. Прислал... да, год с лишним назад. Я думаю, кажется, он прислал свинец одновременно с блоком алюминия, который мы расстреляли как раз год назад. А об этом я тупо забыл. И по идее, я думаю, со свинцом будет круче. Потому что... свинец очень мягкий, тяжеленный. Я думаю, будет прикольно поглядеть, как он себя ведёт при встрече с пулями. А, кстати, если вы не видели бэкьярд сайентиста, сходите, зацените. Его канал, особенно с тех пор, как мы с ним стали общаться, растёт как на дрожжах. Он творит там крутейшие вещи. И он может обогнать мой канал в этом году. Выглядит так, короче. Его канал мега популярен, гляньте сами. Спасибо ему за то, что послал мне этот кусок, когда-то в прошлом. Но, многие из вас знают, что пули делают из свинца. Свинец тяжёлый металл. И мягкий. Это свинец. Тяжеленный. И... Ну как мягкий. Он как бы мягкий в сравнении с другими металлами. Я хочу посмотреть, что будет, если пострелять свинцовыми пулями из пушек по куску свинца. А сперва кое-чего покажу. Этот кусман бешено тяжёлый. Можно представить, сколько весит любой металлический блок. Ну вот если взять камень такого размера. Он тяжёленький. Металлический блок тяжелее. А вот блок свинца просто мега тяжелее. Я сейчас уроню его на шлакоблок. Бьюсь об заклад, что весит он под полтинник. И большой такой кубик. Уроню на шлакоблок и поглядим. Тяжеленный блин. Окей. Окей. Доказательство мега тяжести свинца. Можно просто бросать его на вещи и забасать прикольный видос. Я учту. В ролике с блоком алюминия было так. Пули, особенно мощные винтовочные пули, втыкались в алюминий, делали отверстие, кроша по ходу алюминия и выбрасывая кусочки из дыры прямо в нас. Так что с винтовкой надо отходить. Но и не забывать о защите глаз. Это очочки Шейд 3. Меня постоянно спрашивают, откуда они прикольные такие. Вон, видно. Америка. Внутри надпись «Земля свободных благодаря храбрым». Бамбуковые. Поляризационные. И что самое крутое, если используете код Demolition Ranch, а не, сори, используете код Demo Ranch, ссылка будет в описании, получите пятидолларовую скидку на заказ таких, или любых очков на сайте Шейд 3. Ну, я бы рекомендовал вам эти. Еще, если возьмете именно эти, пять баксов с вашего заказа пойдут на поддержку Operation Homefront. Они помогают раненым ветеранам и их семьям. Короче, вы получаете крутые очечи, поддерживаете канал, и ветеранов. Беспроигрышно. Блок я поставил вон там. Вам, наверное, едва видно его. Но я хочу быть от него на хорошем расстоянии. Чтоб крошка не закидала. Надеюсь, попаду в него из этого 22-го. Не самый точный пестик. По звуку вроде попал. Ща пойду гляну. Это был 22-й, стреляющий цельно-свинцовой пулей. Она без всяких медных оболочек. Вау, гляньте на вмятину. Это круто. Глубокая. Куда глубже, чем я ожидал. И это лишь 22 лонг райфл. Будет весело, когда перейдем к нормальным пушкам. 9 миллиметров из моего славянского пистолета. Тут пуля оболочечная. Посмотрим, что она сделает. Прикол. И тут тоже едва попал. Вау, гляньте на пулю. Это просто круть. Шикарно. Пуля зарылась в свинец. Очень, очень классно. 22-й. Рядом с краем. И 9 миллиметров. Горячо? Не, тепленько. Видите как? Оболочку развернуло. Теперь тот же пистолетик. А пуля другая. Она цельномедная, Бессвинцовая. Экспансивка. Мишень ближе поставил. Такая пулька у меня всего одна. Не хочется промазать. Очень интересно, что получится. Офигеть. Ну что скажете? Просто бред, а? Не знаю, почему дырка меньше первой. Так-то дыра считай такая же, как от попадания 22-го. Может, она просто медленнее? Или быстрее? Не знаю, наверное, медленнее. Лады, повышаем. 45 АЦП. Это обычные оболочечные пули. Кажись, по 230 гранно. Короче, куда больше 9-ти миллиметровых, которыми только что стреляли. Сори, что долго целишь, хочется же хорошо попасть. И попал, нормуль. Блин, гляньте-ка. Хотелось бы мне ее достать, она ж совсем сплющилась там. Во, может, получится. Давай, вылазь. Прикольненько. Во, сразу видно, насколько мягок свинец. Сталь ножа гнет его без проблем. Давай. Не, нож сломаю. Это классненько. Лады. 22-й. 9-ти 9-ть. 45 АЦП. Крупнее ничего не взял? Да, подколол. Мы знали, что до этого дойдет. 500-й Смитен Вэдсон Магнум. Выглядит шикарно, но нет. Не считайте, что он крут, вообще. Гляньте на пулю. Гляньте. Это 500-й Магнум. И она... Раз в сотню мощнее 45-ки. Ну, может, чуток преувеличиваю, но по ощущениям так и есть. Приступим. Не бей меня. Надеюсь, попаду. Каждый раз с ним дергаюсь. Окей. Кажись, промазал. То есть, стрелять еще раз. А, не. Не промазал. Просто... Снес уголочек нафиг. Ё-о-о. Так хотел попасть по центру, блин. Стрелять еще раз? Не. Не, сори, люблю вас, конечно, но уж нет. Ненавижу 500-й. Ладно, стрельну еще раз. Рука уже от вида патрона болит. Это Андер Вутамо. Пороха там немерено. Самые мощные патроны на рынке. Нафига я ими стреляю-то, блин? Ну, нафиг. Так. Не дергаемся. Стоило того. Ладно. Блин, козлы поломал. Ну, тут сразу очевидно, что у 500-го моща поболее, чем у всего остального. Блин. Пуля зашла на... 4-5 сантиметров. А вон дырочка 22-го рядом. С ума сойти. Просто с ума сойти. Это был мой самый мощный пистолет. Но перед тем, как взять винтовку... Давайте попробуем дробаш. С пулевым на 28 грамм. Это злобный патрон. Очень мощный. Ствол стоит пулевой с нарезами, так что должен заслать пульку... Как раз куда нужно. Круть. Странно. Да, горячо. Выглядит... Похоже на 500-ый магнум, но... Далеко не так впечатляет. Диаметр этого отверстия примерно такой же, но глубина... Примерно в половину меньше, чем у кратера, оставленного 500-ым магнумом. Я удивлен, думал, пулевой покажет себя получше. Время винтовок, и пора отходить, чтобы... Не стрелять по металлу сблизи. Особенно по мягкому металлу, который может швырнуть назад пулю или кучу ошметков. Так что мишень тут, а пикап... Вон там. Наверное, в... 50 метрах где-то. Патрон 5,56 и самый красивый и лучший AR-15 во всем мире. Я думаю, смогу попасть. Оптику только что нацепил. Посмотрим, что получится. Блинский. Так. 5,56 летит очень быстро. Роет довольно глубокую нору, пусть и слегка узкую. Там кусок оболочки застрял. А еще видно, что стенка тут вспухла и даже потрескалась. Ох, крутяшно. Ну вот так вот. Вот что делает 5,56. Повысим накал. Время 308-го. Из этой красотки. Ух, как она смотрится. Лады. 308-й намного больше 5,56. Так что... Дыра должна выйти больше. Выглядит так же вроде. Глубже, но диаметра такого же. Она куда глубже. Круть. Сейчас попробую оболочку достать. Не достать, блин. Вылазь давай. Вот медь оболочки. Очень круто, что свинца в дырке вообще нет. Совсем. Что можно заметить? Разница между этими медленными пульками. Тут свинец как бы выдавлен наружу. Вытолкнут. А здесь, на этом чутоке, тут больше... Свинец выломан. Пуля такая быстрая, что вместо медленного надава, выгибающего свинец наружу без повреждений, она отрывает и выкидывает его. Поэтому-то я и отошел подальше. Потому что прям тоже было с алюминием. Пули крошили его и закидывали нас кусочками. С пистолетами безопаснее, с винтовками вблизи. Наверняка получишь дозу свинцовой крошки. Так, надеюсь, вы, ребят, заценили глубину. 308-й, наверное, в два раза глубже, 5,56 зашел. Он заходит очень, блин, глубоко. Так, сейчас я поверну блок чистенькой стороной и давайте не будем строить из себя незнаек. Все вы знаете. Ща нацелю 50-ку БМГ в чистую сторону и замочу этот блок. Вот это малышка. Ее мы все ждали. No problem. Давайте покажу разницу. Вот 308-й, а вот 50-я БМГ. Гляньте на коротышку. Так, как вы понимаете, дыра наверняка будет крупнее. Но хоррэ предполагать. Давайте-ка стрелять. Погнали. Где он? Думаю, попали мы нехило, так как это первая пуля, снесшая блок с козлов. О, блин. Йо, вот она. Отверстие в свинце от 50-ки. Наверное, сантиметров 10-12. Вон там, кстати, сама пуля видна. Вон я на нее мизинцем показываю. Фокуса нет. Но вон она. Пуля боком засела. То есть она зашла, растрескала блок по швам, везде трещина. Зашла так быстро, что нора стала достаточно широкой, чтобы пуля могла повернуться. И это... Просто с ума сойти. Гляньте на трещину. Почти по всей стороне идет. И это куча мощи. Просто бред, блин. Еще внутри бы видно было. Вообще круто, было бы разрезать этот блок и посмотреть на норы от пуль. Было бы супер. Еще... Я точно сделаю, наверное, целый эпизод офф Зе Ренч о разбивании вещей этим блоком. Так что если у вас есть мысли о том, на что можно бросить полцентнера свинца, пишите комменты. Еще спасибо Бэккиард Сайентисту за то, что прислал его. Если хотите выглядеть круто, как я... За минусом литров пота. Жмите ссылку ниже и вводите код Демо Ренч для скидки 5 долларов на любые очки Шейд 3. А если возьмете эти, будете самым дерзким пациком на барбекю по случаю Дня Независимости. Сто пудов лучшего способа показать любовь к Америке просто нет. Еще День Отца тут близится. Спасибо вам за просмотр и участие. Люблю вас. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok